12 постулатов физики микробиома Целью данной работы является знакомство читателя с физическими характеристиками микробиома на основе доказательных решений восстановления биоциноза, здоровья человека. Построение научной теории физики микробиома опирается на ряд постулатов, представленных здесь. Второй постулат. Каждый микроб в человеке выполняет свою функцию. Никто не знает функционал всех видов микробов человека, но ученым уже понятно, что каждая популяция микробов, входящих в общий микробиом человека, имеет свое значение. Ни одно физиологическое действие в организме человека не проходит без внимания какой-нибудь популяции микробов. Каждый вид микробов участвует в организации нормального здоровья человека. Каждый вид микробов курирует свой участок. Нормальное поведение микробов соответствует сбалансированной картине микробиома, микробному равновесию, биоцинозу. Биобаланс микробов, биоциноз микробной картины нарушается в двух случаях. Случай 1. Размножение. Если какой-то вид микробов начинает размножаться при наступлении какого-то условия, при этом можно наблюдать увеличение микробных клеток с некоторой скоростью. Инфекционное размножение. Случай 2. Ингибирование. Если какой-то вид микробов замедляет свое функционирование при наступлении какого-то условия, то при этом можно наблюдать обрастание микробов защитной биопленкой, матричной слизью. Болезнь человека, микробной этиологии, является следствием одного или второго микробного процесса. Но в любом случае это нарушение биоциноза. Нарушение биоциноза, здоровье человека, называемое болезнью, прямо связано с неправильной работой хотя бы одного из множества видов микробиома. Во время болезни данный микроб либо размножается, либо замедляет свое функционирование. И задачи диагностики сводятся к выявлению поведения данного микроба. Разнообразие болезней человека связано с большим числом популяций – 10 тысяч микробов, входящих в микробиом. Когда научный мир в будущем изучит и опишет в каталоге все популяции микробиома, вот тогда медицина поймет, каким образом можно восстанавливать здоровье человека, восстанавливать его биоциноз. Сегодня мы уже понимаем, что каждый орган человека функционирует под бдительным оком определенного вида микробов.